Всем привет! Недавно YouTube ввел некоторые изменения в настройке качества изображения. Давайте посмотрим, что они теперь из себя представляют и за что отвечает каждый пункт. Для того, чтобы изменить качество, теперь нужно нажать на три точки сверху. Здесь второй пункт сверху отвечает за качество. И тут же YouTube пишет, в каком качестве на данный момент воспроизводится видео. Значит, нажимаем сюда и здесь есть целых четыре подпункта. Авто это тот режим, в котором YouTube будет сам определять, какое качество выставлять. На что он опирается? Он смотрит на то, какая скорость сети на данный момент. Он смотрит на то, не только какое у вас разрешение экрана, но и то, как открыт видеоролик. Если он открыт, как у меня сейчас в данном случае, в виде маленького компактного окна, то качество будет одним. Если я видео разверну на весь экран, то тогда YouTube это увидит и он увеличит качество. Также есть высокое качество. Это второй пункт. Он отдает приоритет высокому качеству. И, как правило, это качество отличается тем, что YouTube выдает 720p в приоритет. Давайте поставим это значение, высокое качество. Я запускаю видеоролик. И давайте посмотрим, какое качество нам выдает YouTube. Видно, что теперь высокое качество изображения 720p при 60 кадрах. Что будет, если мы изменим качество на низкое качество изображения? Будет использоваться меньше трафика. Давайте мы его запустим. Опять же, запускаем видеоролик. Даем ему немножко прогрузиться. Пока я вижу, что качество не сильно ухудшилось. Но иногда YouTube выдает 480p. Иногда 360p. Вот смотрите, сейчас он оставил 720p, скорее всего, из-за того, что у меня хорошее качество соединения интернет. Но потом, со временем, он это видео может понизить в качестве даже до 144p. Обратите на это внимание, если он увидит, что вам как раз-таки достаточно будет такой скорости. Давайте сейчас посмотрим, какое качество. Вот он немножко повоспроизводил. 480p. И дальше он может еще ухудшать качество. В зависимости от того, как он сам там своими алгоритмами это все воспринимает. И дальше у нас есть четвертый пункт. Это другое. Заходим сюда и уже здесь мы можем выбрать то качество, которое хотим. YouTube не запоминает то качество, которое было выставлено при воспроизведении конкретного видеоролика. То есть, теперь он не хранит в памяти эту информацию. Может быть и хранит, но пользователю такую опцию он уже не дает. То есть, если я выставлю сейчас 144p, воспроизведу. Вот, качество ухудшилось до 144p. Я ролик, давайте еще раз посмотрим. Да, 144p. Я ролик закрываю. Вот давайте я его закрою. Теперь я его открываю заново. И вот смотрим, какое качество. 480p. Видите, да? И режим автоматический. То есть, теперь по умолчанию режим идет всегда автоматический. Какое бы качество вы не выставили. Некоторым это не нравится, опция. И я скажу, почему не нравится. Ну, во-первых, потому что YouTube не запоминает. И это было бы здорово, чтобы он как раньше мог запоминать то качество, которое вы хотите воспроизводить. Но и во-вторых, потому что теперь для настройки качества, которое вы лично хотите, нужно проделывать много действий. То есть, нажать три точки, выбрать качество, дальше выбрать другое и только потом выбрать то разрешение, которое вы хотите. Но смотрите, есть небольшой нюанс, как эту опцию можно поднастроить. Для этого заходим на наш канал. Здесь нажимаем три точки, настройки. И вот здесь есть качество видео. Нажимаем авто, либо высокое качество, либо низкое качество. И он будет запоминать. И смотрите, под каждую сеть можно подстроить свой режим. Например, когда вы через мобильную сеть, лучше оставить авто, чтобы меньше расходовался трафик. И если вдруг вы что-то не углядели, у вас не израсходовался весь интернет. А вот когда через Wi-Fi, как правило, он у вас безлимитный, поэтому лучше поставить высокое качество изображения. Как бы у нас есть возможность, чтобы YouTube запоминал наше качество, но все равно он не дает вам запомнить именно то качество, которое вы хотите. Например, вы хотите, чтобы все ваши ролики воспроизводились всегда в 4К, потому что вы только 4К контент смотрите. Вы не можете это сделать, потому что здесь, ну по крайней мере пока что, нет такой опции. Вот такие были небольшие нюансы по тому, как можно настраивать воспроизведение видео. Если это видео было вам полезным, напишите об этом в комментариях. И, конечно же, не забудьте поддержать данное видео. Запускаем еще раз. Помним, да, что у меня при Wi-Fi он говорил о том, что ему в приоритете высокое качество. Смотрим. 480. Ну, если я разверну сейчас картинку, то будет уже 720p. Очень редко доходит до Full HD. И вот это как бы еще один нюанс, что вам всегда придется переключать. Если вам нужно повышенное качество, вам всегда придется переключать. Раньше на мобилке нельзя было включить 4К, если разрешение экрана этого не позволяло. Зато теперь с экранами на мобилках в качестве, допустим, Full HD, вы всегда сможете выставить качество 4К. Практически всегда. Так что это огромный плюс, что YouTube теперь дает такие возможности. Всем хорошего настроения и пока. Продолжение следует...